Стоит сказать Индии, у людей сразу же появляется интерес. Ну а чё нет, ведь Индия пипец как отличается от привычных для нас мест. Начнем с аэропорта и двинемся в топовый район Мумбая, где каждый уголок засветился в болливудских фильмах. Где ночь в отеле стоит чьего-то годового бюджета. Где у входа в шикарные кафе и рестораны спят бездомные. Поговорим о безопасности, реально ли выжить туристу в самом обычном районе Мумбая. Ну а дальше я сам доберусь до места, где люди спят прямо на земле, в мусоре. Да и не только спят, а живут и растят детей. Располагайся поудобнее и приятного просмотра. Доброе утро, друзья! Я в Мумбае, впервые в этом городе. Выбираюсь с аэропорта и будем разбираться, как живут здесь люди, что здесь интересного. Вообще будем смотреть. Не рекомендую менять деньги в аэропорту Мумбая. Там всего два места и везде хотят за обмен комиссию от 6 до 10 процентов. Плюс, конечно же, курс занижен, что считается наглостью. Как говорится, завяжите мне глаза и я пойму, где я нахожусь. Мы в Мумбае, я только что вышел из аэропорта и буду сейчас направляться в город и знакомиться с этим невероятным местом. Крутые тук-тукеры мне очень нравится, что они сразу понимают, что ты с ними шутишь и у них нет никакой агрессии, никакой злости. Они тоже поддерживают твою волну и начинают с тобой шутить. Вот это очень приятно и очень нравится здесь. Как и везде таксисты в аэропорту ломят цены, но я сторговался так, что на Убере цены дороже были. Всего 400 рук и вот вам небольшая экскурсия от трущоб и рынков до бизнес-центров и современных жилых домов. Как дела? Как дела? Да. Хинди, Хавайи? Кейсео. 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 Чао, ай-пай. Как дела? Как дела? Хавайи. По симке в аэропорту всего одна стойка и Таня работала по техническим причинам. Зато в городе взял быстро и без проблем, правда с небольшой наценкой в 100 рупий. Чтобы купить сим-карту, нужно сделать фотографии. У меня вот такая вот портативная штора здесь, чтобы менять человека. Вообще, если человек впервые попадает в Индию, то у человека может просто поехать крыша от вот этой перезагруженности, от большого обилия информации. Новые запахи, очень много звуков, очень много цветов. И все как-то перемешано, и все становится непонятно. Ну, например, обратите внимание, на другой стороне дороги вот магазины. Вроде бы одежда-одежда, там где-то может стоять фруктовая лавка, потом могут продавать электротовары, потом парикмахерская, и все вот такого плана. Как-то огромная перемешанность, и вот эти звуки, и вот эти цвета, и запахи, все тебя отвлекает. И тяжело вообще разобраться первое время, как-то не можешь успокоиться, прийти в себя, смотришь по сторонам, глаза пытаются все поймать, все увидеть, рассмотреть, короче, путаница просто непередаваемая. Поэтому приезжайте в Индию, почувствуйте все это на себе. Уверяю вас, вам понравится, сто процентов. Вообще хочется начать с факта, который мало кому известен. Мумбаи – это островной город, который соединен между собой мостами и дамбами. Акалабы – это один из островов, ранее входивший в состав архипелага 7 островов Бомбея. Каждый турист, приехавший в этот город, обязательно доедет до Акалабы. И даже, скорее всего, остановится где-то здесь в отеле. Принято думать, что в Индии все очень дешево. Пойдем покажу, насколько все. Хочу зайти в первый отель, посмотреть вообще, какие есть комнаты и какой здесь прайс. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете увидеть какие-то комнаты? Да? Попросите там. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть комнаты для одного ночного? Мне хотелось показать комнату прямо возле ресепшена, что здесь очень распространено. Потому что я до этого уже заходил в некоторые отели. Это не очень удобно, мне не очень нравится, потому что здесь на первом этаже всегда шум. Номер потрясающий. Я еще в Мумбаи не заходил в подобные номера. Очень все красиво, чисто и очень вкусно пахнет. How much? This room? Can you tell me? Смотрите. Чаек, кофе, чайник, зеркало. Так, ну не хочу наступать на ковер. Здесь окно, огромное окно, просторный номер. I said no window. Ah, no. Please come, sir. Yep. You want to only night? Yeah, only for one night. 9000 rupees. Right? Okay. Breakfast included? Okay. Thank you. И прям самый первый номер за девяточку. Ну что же, это в принципе нормальные цены, тем более для коллабы, тем более для самого центрального места. Средняя цена, наверное, здесь это около 50-60 долларов. Но вот в данный момент получается около 110 долларов. Сейчас зайдем, посмотрим еще другие места. А в самом конце этого видео я покажу место, где остановился я. Hello, sir. Hello. How are you? Where from? Это стандартные вопросы, которые они задают туристам. Абсолютно в каждом районе вообще в Индии можно увидеть контраст, и вот например здесь рынок, обычные дома, где живут горожане, такие пошарпанные, бедные, и разворачиваемся, и сразу же видно новое здание, Сейчас, если пройти буквально там 50-100 метров, увидим уже дорогие отели, роскошные рестораны, кафе, кофейни, сувенирные лавки. И всего это будет множество. Много туристов. В общем, пошлите гулять и все смотреть своими глазами. Это будет очень интересно. Калаба, конечно, легендарное место. Кстати, именно здесь стоят ворота в Индию, прямо на набережной. Сколько здесь было снято фильмов и написано книг? Одна из самых популярных – «Мой любимый Шантарам». Ну вы еще убедитесь, я не раз вспомню эту книгу. На Калабе есть все на любой вкус и кошелек. Ну, конечно, за низкими ценами лучше ехать за пределы туристических районов. А вот чтобы потратиться – это по адресу. Вообще, достаточно районов с зажиточными индийцами. Взять даже самый большой дом, который мужик построил чисто для своей семьи. Нехило так. В других районах не увидеть такой концентрации состоятельных людей, как здесь. Премиум тачки на каждом шагу, брендовые магазины. Архитектура только чего стоит. Красотища. Это торговая улица Калабы, на которой можно встретить сувениры, одежду. Видите, традиционная индийская одежда. Что у вас еще здесь есть? Украшения, сумочки. Посмотрите, сколько блеска, сколько камней. Все блестит, все яркое. Много цветов, обувь. Все здесь есть. И вот эта суета с утра до вечера, до позднего вечера, постоянно здесь крутятся туристы. Туристы не только из других стран, но и сами индийцы постоянно приезжают в Мумбай, потому что он очень интересен вообще для каждого человека. Много чего можно найти нового для себя, много чего нового можно увидеть здесь. Когда вы меня спрашиваете, какую страну выбрать для первого путешествия, я смело могу порекомендовать Индию. Потому что в Индии безопасно, дешево, ну и самое главное, колоритно. А чтобы не переплачивать за билеты на самолет, пользуйтесь, конечно же, авиасейлс. И, кстати, порекомендую использовать функцию календарь цен или установить подписку на определенную дату. И когда цена упадет, вам придет уведомление. Это бесплатно. Ссылка на авиасейлс уже в описании. Всем интересных путешествий. Не все лавки еще открылись, но попозже вот эти все ряды будут заняты или одеждой, или сувенирами. С первого взгляда как будто в городе происходит какой-то хаос. Все кипит, все движется. Но вот мужичок стоит, вообще никуда не торопится, не парится. Этот здесь сидит, отдыхает. Как бы у всех свои дела. Кто-то торопится, кто-то не торопится. Вон мужички стоят, тоже отдыхают. А так, если просто взгляд кинуть на улицу, ощущение, как будто бы все куда-то торопятся. Но как-то у всех жизнь идет своим чередом. Несмотря на то, что в стране очень развито машиностроение и промышленность в целом, часто можно увидеть, сейчас вам покажу, как люди работают вот на таких примитивных машинах. Вообще интересно, да? Смотрите, все просто собрано из палок, из каких-то... Алло? Просто на веревке вот это все вот сидит и роют. Я так понимаю, они прямо здесь и живут. Смотрите, это их палатка, какие-то вещи и котелки. Готовят здесь, спят здесь и работают тоже здесь. Это просто чудо какое-то. Действительно забавно, как такое может быть. Я такого вообще никогда в жизни не видел просто. Вроде бы везде уже скважины роют, ну, или на автомобиле находится эта установка. Ну, или как-то по-другому, наверное, она должна выглядеть. Но то, что мы сейчас видели, реально просто из говна и палок все это собрано. Там на веревках палка какая-то просто лежит. Короче, ужас. Ну, вот прям буквально стоит свернуть просто за угол. И уже совсем другой район, абсолютно чистый, растут цветы. Вокруг меня сейчас красивые, приятные дома. Ходят хорошо одетые люди. Вот такая вот несочетаемая сочетаемость Мумбаи. Ну, и как я уже говорил ранее, что это встречается абсолютно везде. То есть в любой район просто приходишь. И в этом районе есть как трущобы, как бедные дома, люди. И прям выходишь за угол, и сразу же вся обстановка, весь вид меняется. И вы находитесь как будто бы в совершенно другом месте. Ну, вот, например, в котором сейчас нахожусь я. Уверен, найдется достаточно людей, которые думают, что в Индии опасно. Давайте спросим у местного и посмотрим, что он скажет. А потом скажу, что думаю я. Скажи мне, пожалуйста, о безопасности и опасных местах. И что случится, если я в опасных местах. И что касается безопасности для туристов в Мумбаи и в Индии. То есть первое, мы поговорим о безопасности. Мы имеем так же защиту мира для туристов в Индии. Потому что если вы нарушили туристы, если вы ваше степень, если вы идете в опасную кします, то люди приходят и говорятся с вас. То есть, если вы не шутки, то есть, что ты не пасешь. То есть они не повредили ничего. И в Мумбаи, Собственность с туристами очень хорошая. В ночной ночи можно ходить alone, никто не может снимать ничего здесь. Потому что у нас много камер. Конечно, есть некоторые места, но это не так опасно. И полиция очень активная в Индии. Если у вас есть проблемы, они могут решить себя так. Но я думаю, что вы не получите возможность звонить полицию, потому что люди тоже хороши, поэтому они берут себя. Можно я встретиться на улице с кого-то, с ножом или бомбой? Нет, нет, никогда, никогда. Если они catch me like this, small knife, they will put me in the chain. For how long? Depends, you know, at least I think one month. One month? If you will be just knife, you go to jail? Yes, small knife. Yeah, so there is gun you can even use in your dream. If you use in your dream, the police will come there. So in Mumbai it's not, in India it's not like this. Only guns can carry the people, the government gives license. And government gives license to big businessmen, you know? And big politicians. What about police in India? People scared police or respect police? Of course respect. Their job is very, like you know, very strict job. If he is being kind with people, so people will take more adventure. So here, that's why they have to be strict. Until if they find you, you are not criminal, you are not nothing. Okay, I'm sorry, but yeah, if they find you guilty, so you have to pray to the God only. India is a common country where there is no criminal, as, say, in some countries of Africa or South America. This is quite safe. And also, the Indian people are not aggressive and not conflict. Yes, they may be able to do something here with you. But it's like everywhere. So, the safety of your life is not the first thing you need to worry. What is the first thing? Well, I think it's hygiene and health conditions. He is driving? Yes. And just sleeping? Yeah, relaxing. Why not inside the car? Because it's a gas taxi, you know. And outside it's more fresh, and there sits in the tree shadow. Inside it's a little bit hot, you know. Oh. Нифига, вот таксисты отдыхают. Ай. Просто, смотрите, без подстилки, без какого-то матрасика, без картонки. Taxi driver is inside, Mr. Drunker. Ah, yeah? Мы ошиблись, говорит, таксист. Таксисты внутри, а... Drunker? Yeah. I'm sorry, because men make mistakes, you know. Ага. Как будто дверь открыл, вывалился такой и спит просто. Ну, вон там дальше на тротуаре еще один чел спит. Hi, brother. How are you? Wake up, go to work. Relaxing. How are you feeling? Nice. А для всех, кто на своем опыте хочет познать все прелести Индии, поэтому также можете обращаться к ней с вопросами по поводу переезда. Телеграм-канал и другие контакты мира я оставлю в закрепленном комментарии. Обращайтесь, друзья. В каждом переулочке есть отель, гостевой дом или что-то вроде того. Есть шикарные за десятки тысяч, есть хостелы и ночлежки по паре долларов, но в которых вы вряд ли захотите остаться. Сейчас посмотрим еще один отельчик, уже не такой роскошный. From Russia? From Russia? Yes. Волга, it's like Russian word. What means? Волга? Do you know? Hello? Do you have some room? One, only for one night. What means Волга? Do you know? No? Okay. Так, ну, пожалуйста. А, смотрите, здесь даже окна нет. Ну, это конец. Здесь вместо окна вот такой кондиционер стоит, вентилятор. Одноместная кровать. Ну, потому что я сказал, что я один. Унитаз. Очень душно, вообще просто здесь как будто парная. Вот сам душ. Здесь все на пол льется. Так. Даже есть телевизор. Такой диванчик. Ну, окей. Как думаете, сколько стоит? Напишите ориентировочно. Давайте в рупиях один доллар, это получается восемьдесят три рупии. Пойдемте узнаем на ресепшен. Как летательства? Одного. 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 Одногоogue unter пол $5,500. Для каждого ночи. Пойдемте на ресепш美? Не. Нее. Много и недача? Нет греха. А вот этот отель, мы в него даже заходить не будем. Самый дорогой, не знаю, только на районе или вообще во всем Мумбаи, это Тадж-Махал Пелос. Здесь комната, стоимость начинается от 15 или 25 тысяч. Огромное здание такое, супер лакшери вообще, в самом центре. Я вышел на эту сторону, чтобы показать это продолжение Тадж-Махалы. И окна выходят вот вообще на набережную, прям на море. И на самую главную достопримечательность ворота в Индию. Можно прокатиться на карете. Или что это? Хорошая скорость, смотрите, нифига в Китае сделана. Карета. Сейчас зайдем еще в один отельчик, он расположен на втором этаже, называется Sea View, вид на море. Ну, здесь, наверное, тоже будет дороговато, ну, хотя, смотрите, как все выглядит, какой подъезд. Пошлите, смотрите комнату. Hello, sir. Yes, tell me. Do you have some room for one night, for one person? Yeah, I have only one room. Yeah, can you show me? Come. Yes. Oh, it's here. Yes, you can see that room. Ага. Where are you on sea? No, on sea view already occupied. Ааа, да. Ааа, да. Ааа, да. Ааа, да. Ааа, да. Ааа, да. Так, ну комната, кстати, очень приличная, хорошо выглядит. Окна, конечно же, нет, что автоматически не подходит нам. Так, тоже маленький туалетик. Сразу же с душем. Вот так все выглядит. Logging? Yes. Logging? Yeah. How much this room for one night? 2,500. 2,500. Yes, tomorrow morning 11 o'clock check-out time. Which time? 11? Yeah, morning 11 o'clock. А, 11 o'clock. Yes. Do you have breakfast? No, only rooms. Ааа, only rooms. And how much room with window on the sea? Same price, but... Same price? Same price, but no tablable. Wow. Yeah, because already occupied all rooms with the room. Ааа. So only rooms have a room. Okay, thank you. Thank you. Индия одна из тех стран, которая славится и привлекает своими контрастами. Несмотря на то, что Калаба это мекка туристов Мумбаи, вроде бы здесь чисто и все так хорошо, но и тут вы увидите, как переплетаются улочки из отреставрированных английских домов с домами небогатых местных. Также всюду попрошайки и бездомные, но если уехать дальше, то там вообще жуть. Я сел в автобус и отправился в мусульманский район. Место называется Булишвар, ну или это в его окрестностях. Конечно, очередной рынок растянут прямо по улице, рынки здесь повсюду, на любой проходной улице. Но меня не перестает удивлять вот что. Люди целыми семьями живут прямо между двух дорожных полос. Да, я уже был и в Бангладеш, и Индию по кругу объехал, но посмотрите на это. Это ж ужас. Непонятно, что их привело сюда. Алкоголь, наркотики, безнадега. Что? Зачем здесь быть? Зачем здесь лежать? Ладно, как бы не мое дело, я просто в шоке. И всегда поражают люди, которые там деньги собирают и просто им жертвуют, не понимая, что они не решают корень проблемы. А в целом, чем ты дальше от центра, тем к тебе больше внимания. Люди гостеприимные, улыбаются, все наблюдают за мной. Интересно. А вам интересно? Хотел бы тоже прогуляться по этим улочкам? Пиши в комментарии. Вот эта очередь, представляете, ребят? Так что, если вы можете позволить себе просто взять и пойти в кинотеатры посмотреть фильм, то радуйтесь. Вы счастливый человек. Люди стоят, представляете, эта очередь начинается еще. Вон за тем углом, за зданием, эта очередь идет. Люди идут посмотреть фильм. Но, наверное, какая-то презентация, потому что у всех бейджики какие-то непонятные. Ну, все-таки, что, это Болливуд. Сегодня, наверное, какая-нибудь презентация фильма. Да, спокойно вообще. Как мне сейчас сказал парень, что сегодня проходит действительно фестиваль и показывают фильм Кеннеди. Это что-то наподобие Каннского фестиваля, только в Мумбаи. Поэтому выстроилась такая огромная очередь. Постоянно подъезжают какие-то машины. Люди с бейджиками выходят тоже, но они не стоят в очереди и пропускают. И здесь вполне возможно запросто можно увидеть какую-то супер-мега популярную звезду. Все может быть, почему нет, это Мумбаи. Браво! Поселился я в этом хостеле. Очень круто выглядит ресепшн. Вот эта арочка мне нравится вообще. Полная информация. Далее проходим вовнутрь. И зацените, короче, интересный лифт здесь. Вот такой, смотрите. Очень круто. Поднимаемся на третий этаж. Здесь, кстати, есть еще терраса очень крутая с видом на город. Ну, как бы там окружают дома, но все-таки какой-никакой вид есть. Открытый лифт, да? Супер. Палец-то главное не сунусь. О, как и конец будет. Короче, я перепутал. У меня третий этаж, я поднялся на четвертый. Но заодно покажу вам сейчас террасу и зону отдыха, и зону работы. Вечером собирается народ. Да, в принципе, не только вечером, а вообще постоянно собирается народ. Но, к сожалению, сейчас уже темно и ничего не видно. Но можете мне поверить, вид, особенно утром на рассвете, здесь потрясный просто. И что очень мне здесь еще нравится, это лестница. Здесь есть огромная люстра. Она вот тянется прямо с четвертого этажа и уходит на самый первый. Смотрите, красивый, да, какой проход. В этом здании есть не только хостел, но здесь есть еще и отель. На другом этаже находится. Так вообще очень много комнат здесь. Смотрите, как выглядит. Это вот мой только третий этаж. Вот такое крыло и очень много комнат. Вообще комнаты все общие, но в основном везде всех делят. Есть питьевая вода. И у нас в комнате только парни. Уже спят все. Я поселился здесь. У нас туалет. Туалет, отдельная душевая кабинка. Есть нагреватель, есть горячая вода. Все чистенько, красивенько. Есть окно в туалете, чтобы был свежий воздух. И также еще есть у нас балкон. Можно выходить на балкон, но там точно ничего интересного. На 8 человек комната. Я уже разместился здесь. У меня маска, потому что в хостеле бывают такие умники, которые могут включить общий свет. И вот все мои вещи. Ну, помимо маски еще рекомендую беруши. Полезная очень вещь. Ну, и эта комната мне обходится в 1100 рупий. Вот такая цена. Как бы, в принципе, можно найти и отели. Ну, там, за полторы тысячи еще сторговаться. Ну, за 1300 можно взять. Но там не будет окна. Мне очень важно окно. И мне очень важны условия. Короче, мне здесь нравится. Здесь очень круто. Есть зона для работы. Есть зона для отдыха. Все чистенько, все аккуратненько. Душ разделен. Окно есть, балкон есть. Поэтому я решил остановиться здесь. Субтитры сделал DimaTorzok